Здравствуйте! Добро пожаловать на наш канал YouTube и плейлист по инструментарию LDRA для верификации ПО. В этом видео мы рассмотрим динамическое тестирование. Давайте посмотрим, что мы уже посмотрели. Извиняюсь за тавтологию. Мы дали обзор промышленных стандартов, посмотрели на управление трассируемостью. Далее провели статический анализ кода, провели модульное и робастное тестирование. Теперь мы должны перейти к динамическому тестированию. Зачем мы выполняем динамическое тестирование? Во время модульного тестирования мы показали корректность и робастность модулей системы. Но во время модульного тестирования наши модули были изолированы. Мы рассматривали их в отдельности. И то, что мы получили 100% покрытия при модульных тестах для 100 модулей ПО, совсем не означает то, что мы получили 100% покрытия системы. Мы не показали покрытие связи по данным и по управлению. Зачем необходимо показывать покрытие по связям и управлению? Во-первых, нам надо убедиться в том, что у нас каждый вызов функции или модуля был осуществлен. Что у нас эти модули действительно каждый раз вызывались. Далее нам надо показать, что каждый доступ к данным был осуществлен. Демонстрация связи по данному и управлению делается во время динамического тестирования. Давайте посмотрим на связь по управлению. Пойдем здесь под доказательства от обратного. Давайте рассмотрим следующую ситуацию. В одном файле с исходным кодом у нас определена функция foo. Она вызывается в этом файле. Та же самая ситуация во втором файле. Та же самая функция foo. И тоже вызывается внутри этого файла функция foo. А в файле c у нас просто вызывается наша функция foo. Обратите внимание, что такая ситуация абсолютно корректна с точки зрения компилятора, если у нас есть связь через заголовочные файлы. Но для файла c не определено, какое же из определений foo будет вызываться при обращении к этой функции в файле c. У нас нарушается связь по управлению. Это неопределенность вызова. Вторым примером это неопределенность компоновки. Допустим, у нас есть два файла. У нас есть файл test1c, его состав. Вы можете посмотреть на слайде. И файл test2c, который тоже выглядит примерно так же, как test1c. И только обратите внимание, здесь у нас функция g вызывает, извиняюсь, возвращает 5, а здесь 3. Прагма wick. Это прагма из gcc. Она используется в кейле, она используется в иаре. Вы можете прочитать по эту прагму чуть подробнее по этой гиперссылке. И давайте посмотрим, что у нас произойдет при компоновке. При компоновке у нас символ, отвечающий за функцию g, будет скомпонован из произвольного определения. А второй не попадет в компоновку. Это нарушит нашу связь по управлению. Как видите, связь по управлению нарушается, когда у нас начинает работать уже компилятор. Давайте пойдем далее. У нас есть теперь связь по данным. И она намного сложнее для анализа, чем связь по управлению. Потому что здесь требуется анализировать уже потоки данных для доказательства отсутствия неисполняемых обращений к данным. И при этом у нас в коде есть глобальные переменные. Они очень сильно влияют на запутанность потока данных. Вот, например, возьмем такой вот код, который вы видите сейчас на слайде. Точнее, это кусочек кода. И при анализе потока данных, связи по данным, в LDRayToolsort мы увидим следующую картинку, которая сейчас у вас расположена вот здесь. Итак, мы видим, что у нас есть переменная ADC12, нижнее подчеркивание result. Она у нас глобальная. И мы видим, что она везде вызывает, все обращения к ней проходят. Однако, давайте посмотрим еще к чему приведет нарушение связи по данным. Нарушение, если мы не выполним обращение к данным, то у нас нарушится поток данных. И после такого нарушения данные начинают быть недостоверными. Мы точно не знаем, какое значение будет у нашей переменной. И при этом опять компилятор воспримет этот код как корректный и может даже не выдать предупреждение. И посмотрим пример нарушения такой связи по данным. Пусть у нас есть некий код с использованием опять же глобальной переменной MyVar. И у нас есть функция switch-tag, которая просто переключает по флагу input различные функции. Для покрытия такой функции нам нужно разработать три тестовых вектора. Но при этом внутри каждого тестового вектора будет нарушена связь по данным, потому что не будет выполнен это обращение, это обращение, в случае если мы тестируем input равной единице и так далее. Только при слиянии данных о покрытии или динамическом анализе можно будет удостовериться в связи по данным, что мы связь не нарушили. Давайте посмотрим на определение по КТ-178Б связи по данным и по управлению. И посмотрим на соответствующие критерии перехода. Посмотрим на таблицу А7.8. В КТ-178Б четко указано, что требуется собирать покрытие структуры программы по связям по данным и по управлению. Собственно, более подробно можно прочитать в КТ-178Б пункт 6442. Давайте посмотрим на то, как мы ведем анализ связи по данным и по управлению и динамический анализ ПО в LDRE Toolfield. Я опять перейду в TB-менеджер. Мы работаем все так же о биллокоде. У нас есть группа верификации. Есть низкоуровневые требования. Есть группа верификации. Есть мероприятие верификации. Итак, сначала нам надо выполнить следующее. Нам сначала надо добавить в мероприятие верификация, как входные данные, план системного тестирования. Перейдем на вкладочку Documents. У нас этот план есть. Вот он. Добавим его сюда. Давайте его откроем. И теперь проверим всю систему. Как она работает в целом. Запускаем тесты. Необходимо сгенерировать инструментированную программу. Ее собрать, запустить и собрать динамическое покрытие. У нас запустилась тестовая обвязка, которая была уже включена в набор исходников. И давайте пойдем по плану тестирования. Будем вводить команды из этого столбца. Продолжение следует... 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 На самом деле можно и ввести последнюю команду и посмотреть, как у нас будет собрано динамическое покрытие. И, пожалуй, еще последний тест. Итак, мы провели динамическое тестирование. Собрали покрытие. Обновим информацию. Давайте посмотрим на отчет о покрытии. Мы видим, что весь наш набор исходников был почти полностью покрыт. Мы можем посмотреть отчет о покрытии в TB Vision. Давайте посмотрим на граф вызовов системы. Мы видим, что мы достигли достаточно неплохого покрытия нашим системным тестированием. И давайте нажмем Verify TCI, что мы прошли. Будем считать, что мы прошли. Подтвердим наш выбор. Итак, мы провели динамическое тестирование. Теперь давайте посмотрим на покрытие связи по данному. Для этого я опять вызову TB Vision. А теперь мне следует провести следующий анализ. После того, как мы провели анализ по потоку управления, давайте откроем инструмент LDRA TestBet. И посмотрим на результаты нашего анализа. Я открыл отчет по потоку управления. Здесь у нас предоставлена таблица, показывающая, какие обращения к каким данным были проведены. Мы видим, что у нас есть нарушение связи по данным вот здесь. Как видите, сразу же подсветилось красным. И общие суммарные отчеты. Таким образом, мы можем посмотреть быстро и легко, где у нас находятся нарушения по связи по данным и связям по управлению. Отлично. После того, как мы провели необходимый нам отчет, давайте сделаем следующее. Давайте вернемся на самое первое видео по трассируемости. Нам теперь необходимо, после того, как мы провели все возложенные на нас процедуры верификации, добавить их к нашим целям верификации, которые были поставлены менеджером проекта верификации. Я перехожу на вкладку артефакты. И теперь давайте закроем первую цель. У нас есть артефакт CodeReview, то есть просмотра исходного кода. Перенесем его сюда. Перенесем его сюда. Отлично. И теперь нам надо добавить сюда стандарт кодирования. А также нам надо добавить из конфигурации проекта файл с порогами метрик, которые мы обсуждали во втором видео. Мы не будем сейчас наполнять полностью проект. Давайте посмотрим на следующее. Давайте я перейду в вид от менеджера проекта. Мы видим, как у нас изменились здесь семафоры напротив наших требований высокого уровня. Давайте для примера посмотрим на это требование высокого уровня. Мы видим, что у нас здесь появились зеленые отметки, что говорит нам о том, что все требования низкого уровня и все мероприятия верификации прошли успешно. Таким образом мы обеспечиваем целостность разработки. Но нам необходимо сделать дополнительно следующее. Нам необходимо получить концентрированный, консолидированный отчет о мероприятиях верификации. Для этого мы опять откроем тест-бет. Выберем меню анализ. И запустим инструмент tb-publish. tb-publish это генератор отчетов. Мы можем с его помощью построить консолидированный веб-отчет индекс. Нажмем кнопку publish. И мы видим здесь, что все артефакты верификации собраны в единую индекс, по которому мы можем пройти и посмотреть различные результаты. Итак, мы посмотрели на динамическое тестирование. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете задать их по имейлу либо по телефону. Об LDRA testbed, tb-publish и остальных продуктах LDRA вы можете узнать по гиперссылке выше. Спасибо за ваше внимание. Продолжение следует...